Доброе утро! На первом канале включение из Петербурга. То, что мы привыкли видеть в старых американских фильмах, можно увидеть наяву в сезон Белых Ночей в Петербурге. Традиционно в это время на берегах Невы зажигает свинг-фестиваль. Стильно, красиво и по-настоящему весело. Петербург – столица российского свинга. Летом сюда приезжают гости из других городов, где любят и умеют танцевать свинг. В программе фестиваля – Чарльстон, Линди Хоп, Бальбоу, Буги-Вуги. Зажигательные танцы и не придумаешь. Показательные выступления – это финальная часть праздника. Сначала большая программа, где много внимания уделяется мастер-классам от настоящих звезд. У француза Рэми особенный стиль обучения. Его уроки – это всегда много смеха и шуток. Конечно, это помогает учить людей, потому что свинг – это танец радости. И первое, что мы хотим сделать, танцуя свинг, – это получить удовольствие, провести время вместе – хорошо. А если занятия будут слишком формальными и строгими, то мы потеряем огромную часть этого танца, которая заключается в эмоциональном состоянии. Поэтому мы стараемся, чтобы люди научились и технике танца, и получали большое удовольствие. К нам приехал артист, потому что смотришь его как выступление. Вроде бы урок, а в то же время как выступление, получаешь без положительных эмоций, кроме знаний. И еще знания. Настоящей удачей для организаторов стал приезд знаменитого танцора Бобби Бонси. Американец известен своими феерическими флешмобами, которые он устраивает по всему миру. Теперь настал черед Петербурга. Но сначала – репетиция и подготовка аппаратуры. В основном все люди реагируют на наши выступления положительно. Почти все улыбаются. Есть, конечно же, те, кто реагирует странно, но это их проблемы. Это публичное выступление, но мы никогда не сталкивались с полицией и властями. Хотя всегда об этом думаем. Всегда кажется, что сделано все очень легко и быстро. На самом деле, от момента придумывания и до реализации проходит достаточно много времени. Мне кажется, что это пора. Бобби Бонси – большой поклонник Майкла Джексона. Именно поп-королю посвящено большинство его акций. Хотя он приехал на свинг-фестиваль, все равно не удержался и станцевал таки Джексона. Вечером второго дня фестиваля прошел самый интересный этап праздника. Сначала состоялись соревнования среди учеников. Потом свое мастерство показали гости. Просто обескуражила публику пара из Норвегии. Удивил зрителей и Бобби Бонси. Его зажигательный танец не оставил равнодушным никого. А вот этот человек – один из самых одиозных фигур в мире свинга. Американский джазмен Стивен Митчелл. В Петербург его удалось заманить, потому что ему самому было очень интересно посмотреть на Россию. Как американец я, конечно, нервничал перед первым визитом в вашу страну. Вы же прекрасно знаете, что мы, американцы, живем в прошлом в отношениях с Россией. Еще я совсем не знал, как меня здесь воспримут. И насчет этого тоже очень сильно переживал. Я совсем не ожидал, что в России так любят американскую музыку. Но у нее нет границ и национальности. Ее слушают и обожают во всем мире, вне зависимости от страны. У этой музыки есть душа, перед этим невозможно устоять. Послушайте сами, и вы все поймете. У этой музыки нет не только национальности, но и возраста. Несмотря на сумасшедший ритм, отплясывать буги-вуги или чарльстон могут даже бабушки и дедушки. И возможно это потому, что свинг заставляет всегда держать себя в форме.